Любитель вечеринок Берлускони призывает отказаться от мяса на Пасху, а австралийские зоологи лечат от наркозависимости питона. Об этом и не только в нашем обзоре. Сто тысяч просмотров за один день. Видео, на котором пассажира силой выдворяют из салона самолета, разлетелось по соцсетям. И акции авиакомпании United поползли вниз. Перевозчику понадобилось срочно доставить четырех сотрудников, но все билеты были проданы, поэтому мест на рейсе не осталось. Тогда дирекция предложила компенсацию для добровольцев, готовых покинуть самолет. Когда таковых не оказалось, применили силу. Пострадавший уверен, ему досталось из-за азиатской внешности. По факту инцидента идет внутреннее расследование. Питон-наркоман в Австралии. Двухметровую змею пришлось отправить на реабилитацию, чтобы избавить ее от зависимости. Животное нашли во время рейда в лабораторию по производству амфетамина. Зоологи сразу заметили странное поведение питона. Медицинская проверка подтвердила его наркозависимость. Находясь в лаборатории, он постоянно подвергался воздействию частиц амфетамина. Выводили наркотик из организма змеи месяц, но к обычному состоянию вернули только спустя полгода реабилитации. Случайная явка с повинной. В Китае мужчина прибежал с краденым прямо к полицейскому участку. Преступник вырвал мобильный телефон у женщины и пустился на утек. Пытаясь оторваться от погони, оказался на стоянке полиции. Когда осознал оплошность, было слишком поздно. Его догнали очевидцы кражи и пострадавшие. Мужчина тут же сдался офицеру полиции, курившему в сторонке, и признал свою вину. Средь бела дня обворовали и туристок в Техасе. Женщины наслаждались видами сафари-парка из автомобиля. Им посчастливилось увидеть верблюда и страуса. Пока они с восторгом наблюдали за приближением Двугорбова, тот бесцеремонно просунул голову в открытое окно машины и сживал бумажный пакет с едой. Вслед за верблюдом найти в автомобиле что-то съестное попытался и страус, но женщины успели закрыть окна. Отпраздновать Пасху без мяса призывает бывший итальянский премьер. Год назад появились слухи, что Сильвио Берлускони стал вегетарианцем. А сейчас, накануне праздника, он выкупил сбойни пятерых ягнят. Им была уготована участь стать главным блюдом на традиционном пасхальном ужине. Вместе с подругой и бывшим министром Микеле Викторией Брамбилой он выпустил видео, на котором кормит ягнят из бутылочки, обнимает их и целует. Все это происходит на загородной вилле Берлускони, более известной скандальными вечеринками Бунга-Бунга с участием неполнолетних девушек. Чемпион по скоростному поеданию сладкого удержал свой титул и даже побил предыдущий рекорд. Американец Мэтт Стоуни съел 255 зайчиков из маршмеллоу за 5 минут. Эти разноцветные фигурки – традиционное пасхальное лакомство в США. В послужном списке Стоуни уже немало рекордов по скоростному поглощению пищи. За те же 5 минут он может съесть 182 ломтика бекона, а за 10 – 241 куриная крылышка. Американец занимает второе место в рейтинге высшей лиги едоков.